Мы остановились на том, что сформулировали некое такое общее утверждение в конце прошлого семинара. Оно заключалось в том, что если у вас есть вначале неполяризованный пучок электронов, то после рассеяния наклонов концентрий в Борновском приближении у вас поляризации и не появится. Независимо от того, как у вас на самом деле устроено вот это электромагнитное взаимодействие. Если он был неполяризован, то он неполяризованным и останется. Мы смотрели конкретно для конкретного вида статического взаимодействия электромагнитного, просто кулоновское отталкивание или притяжение на ядре. Давайте теперь, первая задачка, которую мы сделаем, мы докажем с вами некое общее утверждение. Цель ее, этого доказательства, просто повторить некие понятия касательно того, что такое инверсия времени, T-преобразование, что такое само по себе Борновское приближение, что такое унитарность из матрицы. Давайте начнем с напоминания относительно того, что такое T-преобразование. То есть мы с вами знаем такой теоретический материал, что Лагранжан квантовой электродинамики, он T-инвариантен, он T-инвариантен, P-инвариантен и C-инвариантен. Что это значит технически на языке амплитуд? Если у вас есть конкретная амплитуда с векторами поляризации, то что означает эта инвариантность? T-преобразование, оно в отличие от P-преобразования, скажем, или в отличие от других симметрий в квантовой теории поля, оно несколько необычное. В свое время Вигнер доказал теорему о том, что у вас в квантовой теории поля симметрии Лагранжана могут реализовываться либо унитарными линейными преобразованиями, либо антилинейными антиунитарными преобразованиями. Антилинейными, понятно, что такое. При линейном преобразовании возникает еще комплексное сопряжение коэффициентов, которые туда входят. То есть если у вас есть у, некое преобразование, которое действует на вектор v1 и v2, то антилинейное преобразование вам переводит в альфа со звездочкой. У на v1 плюс бета со звездочкой у на v2. То есть в этом состоит антилинейность. В чем состоит антиунитарность преобразования? Если мы обозначим t-преобразование какого-то состояния i, вот так вот кратко обозначим t-i, например, если состояние i – это состояние электрона с импульсом p со спином кси в системе покоя, то его t-преобразование – это будет состояние с импульсом противоположным, правильно? При t-преобразовании p на минус p меняется по определению, p на минус p. А спин, со спином что происходит? Леонид уже сегодня говорил. Тоже знак минус появляется, то есть минус кси. минус кси. Вот такое состояние. Вот что такое антилинейность? Я уже сказал, что такое антиунитарность преобразования t. Вот если вы возьмете состояние вот такие... t на i, так напишу, t на i, вот есть состояние i и состояние f. Вот если теперь сделать t-преобразование, то есть написать t и взять bra-вектор tf, bra-вектор tf – это по определению есть t на f сопряженный. То есть это вектор из сопряженного пространства. То антиунитарность состоит в чем? Что у вас, если преобразование унитарным, то у вас норма сохраняется. То есть это равно этому. А антиунитарность состоит в том, что вы i и f местами меняете. То есть это есть i, f. Видите, я поменял местами i, f. То есть вот это есть антиунитарность. Антиунитарность. Но при таком... Это просто по определению. По определению. Вот удобно при таком антиунитарном преобразовании t определить оператор t-крест, определить его таким образом, чтобы t-крест было равно t-1. То есть так же, как для унитарных операторов. Это делается тем, что мы немного по-другому, чем для линейных операторов, определяем оператор t-крест. Давайте его определим таким образом. Вот если у меня есть состояние f, состояние t-крест, состояние i, то есть оператор t-крест я определяю вот так вот. Его матричный элемент такой. Это есть i, t, f. Это определение оператора t-крест, эрмитово-сопряженного оператора, для антиунитарного оператора. Чем это отличается от того определения, которое было для обычных операторов? Комплексного сопряжения нет. Вот если я здесь поставлю комплексное сопряжение, здесь вот в правой части, то для обычных операторов у меня будет такое выражение. f перейдет в конец, здесь будет стоять t-крест, а i перейдет в начало. А здесь я так определяю эрмитово-сопряженный оператор, чтобы здесь не было комплексного сопряжения. Вот если я так сделаю, то t-крест будет равен t-1, как нетрудно убедиться. Ну давайте такое совсем простое упражнение, давайте в этом убедимся. Ну давайте, идите, Женя, покажите. Ну давайте рассмотрим какое-нибудь состояние. Например, вот это. И попробуем его переписать через наше определение. Это состояние, пишем что-то такое. Ну, пока просто напишите, что здесь стоит. ft, да, на t-i, да, на t-i. Значит, по определению, t-i, это есть оператор t, который действует на состояние i, да, а вот это состояние ft, это есть вот такая штука, да. Ну так и пишите, как есть, пока что. Угу, да. Теперь вот это, это что такое? Это перестаньте. Нет, вот так было. так было бы, если бы t-крест, это был бы обычный оператор, да. Давайте вот так попробуем, попробуем сделать. То есть видно, что здесь пока что не очень очевидно. Вот есть у меня какое-то состояние f, а здесь i, да. Вот давайте попробуем написать, что такое t-крест t. t-крест t. Вот если выполнено вот это соотношение, да, то то, что здесь написано, это будет просто fi, да. То есть давайте попробуем показать, что вот это равно скалярному произведению f на i, да, просто действуя по определению. t на i, это что такое у нас? t на i. t на i. Теперь вспоминаем, какое у нас определение t-креста, да. то есть t-крест, он определен таким образом, что мы переставляем t на i, а здесь tf, да, будет? Ну, напишите, а потом напишите. tf. t на f, это у нас по определению tf, да, то есть состояние, в котором поменены импульсы, поменены проекции спина. то есть вот это мы знаем, что такое, пишите. tf. То есть мы получили t на tf, а теперь мы помним, что t у нас, он антиунитарный, да, он антиунитарный. То есть что можно сделать? У вас стоит скалярное произведение t из tf, да? Ну, напишите. То есть это будет вот такая комбинация, да, у нас перейдет, ну, только наоборот, вместо f, i должно стоять. Не, не, почему? Вот здесь, ну, вы сами написали, что здесь стоит t, i, да, t, i, а здесь стоит tf, правильно? Это вы написали. А теперь пользуемся антиунитарностью. Антиунитарность вам что делает? Оно вот это t убирает и меняет их местами. f, i, да, совершенно верно. То есть мы получили, что вот этот оператор – это единичный оператор, да? Такое вот несколько замысловатое упражнение. Отсюда t крест равно t минус первое. То есть несмотря на то, что у вас t – это антиунитарный оператор, мы его t крест определили так, чтобы вот это соотношение было таким же, как и раньше, да? Ну, так просто удобно делать. Вот так мы t крест определили, да? Тогда что такое t-инвариантность? В чем состоит смысл t-инвариантности? t-инвариантность состоит в том, что у вас преобразование S-матрицы, ну, пардон, если у вас есть оператор S-матрицы, то вот это обычное выражение, да, как поля преобразуются, оно вам дает не S, как раньше было для всех унитарных симметрий, а что, как вы думаете? S-крест. 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 То есть оно вам вот такое выражение дает, да? То есть вот это есть то, что мы называем инвариантность относительно t-преобразования нашего взаимодействия. Вот именно это, да? Где t-крест, он определён вот таким образом. То есть немножко криво, да? Немножко по-другому, чем обычное эрмитовое сопряжение для обычных унитарных операторов, где здесь просто было t-1, да? Но в новом определении t-крест и t-1 это одно и то же, да? Окей, давайте посмотрим, как это сказывается на матричных элементах. Вот у вас есть матричный элемент S-F-I, да? S-F-I. Это есть что такое? F-S-I. Да? Давайте сюда проставим единичку. t-крест на t. У нас t-крест на t – это единица, но вот сюда вот её и проставим. Давайте. Вот так вот. Чему равно t на s? Как это можем преобразовать? t на s. Нужно нажать t справа. То есть s-крест на t. s-крест на t напишите сверху. Ну или через равенство. То есть t на s из инвариантности s-матрицы – это s-крест на t. Пишем, чему отравлю. что такое t на i мы знаем, да? Это новое состояние, вот таким образом построенное. Мы его обозначаем t. Ну так и напишите целиком. То есть t на i мы знаем, что это такое. Это состояние, у которого импульс заменен на противоположное, вектор поляризации заменен на противоположное. Окей. Теперь мы можем воспользоваться тем, что такое t-крест, определение t-креста. Какое это определение? Ну то, что мы можем переставить. Переставить, да. А в переставленных частях возникнет эрмитово-сопряженная величина, да? Пользуемся определением, вот этим новым определением t-креста. То есть здесь вот немного другая алгебра операторов, нежели чем для унитарных операторов, правильно? Все. Отличие в том, что вы по-другому t-крест определяете. Да. Вот еще раз. Они ничем не отличаются. Ну, где именно? Ну, например, выше там. f, t, f, t. Там f, t. А вот? Вот здесь вот t, f, да? Да. Ну, у вас по определению t на f это то же самое, что t, f. Ну, у нас это был про вектор, где было написано вместо t, ну, это так же. Вектор, в котором стоит t, t и t, да? Ну, я не знаю, где вы увидели, что здесь оно переставлено. Я что-то... Напишите и t здесь, чтобы вопросов не было. Ну, это есть смысл вот этого состояния именно такой, что импульсы поменены на противоположные, x поменены на противоположные. То есть t, когда внутри у вас написано, да, оно так меняет вот это исходное состояние. То есть так действует оператор t. Да, совершенно верно. То есть это есть что такое? Это есть элемент S-матрицы исходной, да, у которой конечное состояние, конечное стало теперь каким? Стало начальным и t-преобразованным, да? А начальное стало конечным, t-преобразованным. То есть вот это соотношение, это важное соотношение. Почему? Потому что мы как раз работаем с амплитудами, а амплитуды у нас есть матричные элементы S-матрицы, правильно? То есть чтобы воспользоваться S-инвариантностью, t-инвариантностью, мы должны в матричном элементе конечное поменять на начальное и сделать еще t-преобразование у каждого из этих состояний, да? Понимаете? Вот давайте поглядим, как это выглядит. Вот если у меня есть какой-то матричный элемент, матричный элемент, который есть функция... В конце у меня есть импульс конечного электрона, поляризация конечного электрона. В начале у меня есть импульс начального электрона и поляризация начального электрона. То есть матричный элемент, отвечающий рассеянию электрона поляризованного. Тогда т-инвариантность этой амплитуды будет заключаться в чем? Вот это чему равно? Вот здесь я пишу конечные, точка запятой, начальные. Конечные, начальные. Так же, как здесь, final initial. То есть я должен взять мой матричный элемент и в нем переставить начальные с конечными и поменять везде знаки у импульсов и у векторов. Такое замечательное соотношение – это следствие нашей т-инвариантности. Т-инвариантности при рассеянии в электромагнитном поле. Есть у нас такое соотношение, зафиксировали его. Сейчас будет попроще. То есть сейчас мы говорили про т-инвариантность, про т-инвариантность, да, и про т-инвариантность. Что видно, что нужно делать S-крест здесь, а не просто S, как для унитарных преобразований. А сейчас давайте поговорим про унитарность S-матрицы. Унитарность. Унитарность. Вот, а S-матрица, да, ее можно записать как единичка плюс I на M. Это тоже оператор. Это единичный оператор, это I на M, да. M – это оператор. Его матричные элементы мы как раз и умеем считать по правилам Феймена, правильно? У нас есть соотношение унитарности. S-крест на S равно единичке. Давайте его напишем. То есть наша S-матрица унитарна, мы уже про это много раз говорили, да. Это отвечает сохранение вероятности. Вот давайте поглядим, что это соотношение значит в терминах M. Амплитуд M, то есть тех самых амплитуд, на которые у нас есть правила Феймена. То есть если я беру матричный элемент вот этого, от S между конечным и начальным состоянием, то I-M и FI, который там получится, это то, что я пишу из правил Феймена. Так лучше не писать, просто пишите M-крестом, то есть без минимой части. Потому что мы все равно сейчас будем расписывать эту минимую часть тогда. Ну просто перемножаем, скобки раскрываем. M-M-крест, да. Минус M-крест на M, да. Правильно написал? Единички сократились. Сократились, да. То есть мы что видим? Что нам соотношение унитарности говорит? Что мнимая часть амплитуды, да, она связана с квадратом этой амплитуды. Правда, это операторное обозначение. Если вы будете брать здесь теперь матричный элемент, то здесь вам придется подставлять полный набор, да, и вы получите вот то, что называется соотношением унитарности, обычным для матричных элементов. Что для нас сейчас важно? Вот M мы считаем по теории возмущения, да. И что такое бордовское приближение? Бордовское приближение – это, знаете, что у вас есть некий главный вклад в вашу амплитуду, да, а следующие поправки к нему вы считаете малыми, и их отбрасываете. Это и есть бордовское приближение, да. Это означает, что ваша амплитуда, она в некотором смысле мала, правильно? У вас есть малость, там, по константе связи, или по какому-то другому параметру. То есть у вас есть малость. Если M – это маленькая величина, то в бордовском приближении мы квадратом этой маленькой величиной можем пренебречь, правильно? То есть в бордовском приближении M в некотором смысле мала. Когда я начинаю маточный элемент от нее брать, да, то, что здесь получится, это будет мало. То есть можем написать, что это приблизительно 0, когда мы смотрим бордовское приближение. В борне это 0. В борне это 0, поэтому M равно M крест, да. Отсюда какое соотношение на матричные элементы будет? Если у вас есть матричный элемент, то как он, то что можно сказать про него? Совершенно, это что такое? А, это матричный элемент? Да, это уже матричный элемент. Здесь комплекс на сопряжении стоит, да. То есть в бордовском приближении вы можете написать вот такое равенство, правильно? То есть пренебрегая вот этими частями. Ну давайте напишем это равенство для нашей амплитуды. То есть вот это точное соотношение, оно и в стейн-вариантности следует. А теперь напишем приближенное равенство, которое следует из того, что мы работаем только в бордовском приближении. И MFI – это ровно то, что вы считаете по правилам Феймана, да. То есть на вот эти вот объекты у нас правила Феймана и формулируются. Ну и если так чуть-чуть более красиво написать, можно написать, вот у меня правила Феймана и MFI формулируются, поэтому я все вот это могу комплексно сопряженным написать. И знак минус еще здесь будет, да. Минус, правильно? Ну просто знак минус за счет вот этого I. Это приближенное равенство, и это следует из бордовского приближения нашего. Вот давайте попробуем их скомбинировать. Где-нибудь здесь вот стирайте все. И попробуем связать эти два соотношения. Поглядеть, к чему они приводят. Вот комбинируем. Вначале у нас есть вот такая амплитуда. Ну еще раз перепишите ее. Давайте сразу ее по модулю в квадрате возведем. Потому что мы будем работать с квадратами модулей, когда мы будем находить физические поляризации. Там мы работали с модулем амплитуды в квадрате. Правильно? Из t-н-вариантности видно, что этот квадрат модуля будет равен этому квадрату модуля. А теперь к вот этому применяем борновское приближение. То есть что получится? Ну и можете... Нет, откуда минус? Мы уже для квадрата смотрим. И тоже можно убрать. То есть у нас первым шагом мы воспользовались t-н-вариантностью и переставили, а вторым шагом борновским приближением пользуемся. Что борновское приближение делает? Оно снова переставляет. Ну комплексно сопрягает, но под знаком модуля это ни к чему не приводит. Это сопряжение. Да. По модулю в квадрат. Да, да, да. Да, конечно. Давайте приближенно здесь напишем. То есть это наше некое приближение. Отлично. То есть вот у нас есть такое соотношение, которое мы получили из t-н-вариантности и малости амплитуды. То есть рассмотрение в борновском приближении. Теперь возвращаемся к нашей задаче. Вначале был неполяризованный пучок. Неполяризованный пучок. Неполяризованный пучок означает, что ксиитой равно нулю. Вначале, да, ксиитой только равно нулю. Здесь равно нулю. Мы что с вами делали? Как мы делали? Мы представляли квадрат матричного элемента, представляли его в таком виде. Мы говорили, что это есть альфа, да, плюс бета на кси f. Вот в таком виде представляли, правильно? И более того, а кси физическое было равно чему? Бета на альфа. Бета делить на альфа. Бета делить на альфа. Отлично. Теперь можем чуть больше сказать. Вот если вначале не было никакого вектора поляризации, здесь был 0, да, был 0, то что мы можем сказать относительно того, куда направлен вектор бета, куда направлена кси физическое? Почему по кси f? Вот у вас есть кси f задачи, да, кси f есть задачи, еще как, это псевдовектор, да, какой еще псевдовектор у вас есть? Да, еще есть ню. Ню это с точностью донормировки, это было pf на pi, правильно? pf на pi. Вот здесь вот мы, обращая ваше внимание, что здесь стоят трехмерные вектора, то есть мы у трехмерных векторов меняли знак. Вот здесь вот тоже стоят трехмерные векторы. Давайте это подчеркнем. То есть тоже вектор. Здесь у всех векторы стоят, да. То есть я могу сказать, что квадрат моей амплитуды, это есть некая функция альфа, да, которая зависит только от скалярных произведений pi, pf и p квадратов. pf квадрат, pf квадрате. Плюс тоже скалярная функция b, она тоже зависит только от скалярных произведений p и p квадратов, да. То есть она есть функция от p, pf, p и p в квадрате, pf в квадрате. Дальше есть вот этот единственный вектор задачи, который у нас есть, это xi. Это есть ν, да. То есть pf векторно на pi. И это умножаем на xi f. Правильно? То есть у нас есть единственный псевдовектор задачи, который мы можем построить. Вот такой вот мы можем построить псевдовектор. xi f у нас задачи нет. Почему? Потому что xi f это есть поляризация детектора, да. Я его могу брать разным. То есть он не может, детектор не может вам входить в физическую поляризацию. Правильно? Ваше измерение не может быть результатом объективного вашего рассеяния, да. Вы можете смотреть с разными xi-детектора. Поэтому от детектора xi-физическое не должно зависеть. То есть здесь у вас единственный вектор. Да? Есть только такой. Окей. То есть мы нашу амплитуду всегда можем представить в таком виде. И она всегда будет линейна по кси f. Ничего другого в принципе нет. Да? А вот эти функции α и β зависят от скалярных произведений p. Давайте теперь воспользуемся вот этим соотношением, которое мы получили. То есть с одной стороны квадрат амплитуды равен вот этому, а с другой стороны это чему равно? Да, потому что скалярное произведение не меняется, да. То есть мы знаки импульсов поменяли, а скалярное произведение то же самое осталось. А минус взялся от кси-ф. Альфа и β в точности те же, что и здесь. Правильно? Ну а отсюда мы что заключаем? Ну то, что при t приливаемость кси-ф имеется знака. Ну если вот это равно вот этому, то что можно сказать? А? То β равно нулю, конечно. β равно нулю. То есть коэффициент β равен нулю. Правильно? А наше кси-физическое, это есть как раз β поделить на α на pf на pi. То есть у нас есть t-in-вариантность, да? То есть у нас мы пользовались и t-in-вариантностью, да? Чтобы знаки минусы были. И борденским приближением, чтобы их местами поменять. То есть мы показали, что в борденском приближении, если начальный пучок был не поляризован, то физическая поляризация, она как была нулю в начале, так и в конце тоже будет ноль. То есть если пучок был не поляризован, он перейдет в не поляризованный пучок. Все, спасибо. Вопросы есть по тому, что мы здесь делали? Это нетривиально. То есть особенно вот что касается t-преобразования, это не простые вещи. Это надо несколько осмыслить. То есть может еще раз к этому вернитесь, дома внимательно посмотрите, может вопросы какие-то возникнут. Вот. Пока вопросов нет. Тогда давайте дальше двигаться. Давайте я с доски пока стираю, вы можете что-нибудь спросить. Или я вас прошу, как вы помните курс. Вот у вас есть поле, скалярное поле, да? То t-преобразование этого поля вторично-квантованного, как выглядит? Что это такое есть? Пока стираю. Если есть просто обычное скалярное поле в Лагранжиане, да? Вот я совершаю t-преобразование вот такое в Лагранжиане, да? Чему это равно? Версии какие-нибудь есть? Чистое скалярное поле? Да, просто скалярное поле. Скалярный Лагранжиан. Лагранжиан скалярного поля, точнее. То же самое с амюн от t-x. И диамюн – это фотон. Но идеи какие-нибудь есть? Когда мы говорим преобразование полей, инвариантность Лагранжиана, мы подразумеваем как раз… Когда я говорю инвариантность Лагранжиана при t-преобразовании, я подразумеваю как раз преобразование полей в этом Лагранжиане. Да? Если, допустим, сделать, через сумму их описать, допустим, и там заявить, для оператора что-то не уничтожение. То есть если мы разбишем через экспоненты, там будет минус, минус в каком месте вылезет? Где у вас зависимость от времени стоит, правильно? За счет антилинейности этого преобразования. То есть будет поле φ в минус t-x. Минус t-x. А фотонное поле как преобразуется при t-преобразовании? В каком-то смысле оно по определению преобразуется так, как мы сейчас напишем, чтобы ваша электродинамика была инвариантна. То есть вы знаете из эксперимента, что она инвариантна, поэтому те поля, из которых вы ее строите, они должны преобразовываться должным образом. Вот должным это каким? На четвертом курсе вы это писали, все эти соотношения. То есть понятно, что я должен взять это поле в минус t. С компонентами что происходит? С нулевой компонентой что-нибудь происходит? Ничего не происходит. Остается а0 от минус t-x. А с векторной компонентой минус возникает, правильно? Минус а вектор минус t-x. Совершенно верно. И последнее спинорное поле. Со спинорным полем что происходит? Пси от минус t-x. И нужно еще довернуть унитарно некой матрицей дополнительной. Эта матрица возникает из инвариантности уравнения Дирака относительно вот этих t-преобразований. Что это за матрица? Гомо-2. А? Гомо-0 это для p-преобразования было? Да. Гомо-2. Это для c. Гомо-2 это для c. А здесь что осталось? Гомо-0 было, гомо-2 было, осталось гомо-1 и гомо-3. То есть там стоит некая константа, это t назову, по модулю единицы, произвольная фаза, на гомо-1, гомо-3. Ну и еще обычно пишут. То есть какие-то такие преобразования, да? Это у вас на четвертом курсе было, когда вы смотрели инвариантность уравнения Дирака относительно разных преобразований. То есть вот поля в лограммфеоне, они вот так преобразуются. Когда я в обкладке t это крест делаю, вот то, что я писал, да, они реально вот так преобразуются. Ладно, это было такое маленькое напоминание. Сегодня мы, как на лекциях обещали, про мион поговорим. Вот давайте наша вторая задача на сегодня. Это е-минус, 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 сечение. Давайте немножко так, немножко по-другому сделаем. Вот сначала просто е-минус рассеяние посмотрим. Е-минус в е-минус. Е-минус в е-минус. После этого е-минус в ми-минус рассмотрим. Значит, в е-минус рассеяние у нас есть с вами одна диаграмма, где это электронная линия, это мионная линия. Одна диаграмма вот такая. И давайте просто напишем, чему сечение дифференциальное равно. Полное сечение чему равно? Удар, чему полное сечение равно? Бесконечности две заряженные частицы взаимодействуют между собой. Конечно, бесконечности будет сечение равно. Давайте представим наше сечение, d-сигма. d-сигма. Это есть, что такое? Я сегодня уже писал. Матричный элемент по модулю в квадрате на 64π и квадрате. d-t d-φ на 2π. Мы будем неполяризованный случай рассматривать, поэтому пол... А? Че? Еще раз. То есть там и в первой степени? Нет, здесь и в квадрате. Еще раз. Вот есть такая общая формула, такая формула для конкретного процесса 2 в 2 через инварианты. Есть еще более общая формула, это когда вы d-сигма пишете матричный элемент по модулю в квадрате, здесь стоит 4 инварианта, а здесь стоит релятивистский инвариант и фазовый объем d-Rof. Вот здесь вот 4i стоит, а в этой формуле и в квадрате стоит. d-Rof это релятивистский инвариант и фазовый объем, да? То есть d-Rof это есть произведение по всем конечным частицам d3 pf на 2π в кубе 2εf и 2π в четвертой дельта-функция сумма всех начальных импульсов 4-х минус сумма всех конечных 4-х импульсов 4-хмерная дельта-функция, да? Релятивистский вариант и фазовый объем. 2 в 2 если я теперь если я теперь рассмотрю процесс 2 в 2 2 в 2 то из вот этих вот е которые здесь у вас стоят вы снова сможете еще один вариант построить выражение для еще одного инварианта здесь ничего такого особо сложного нету сюда возвращаемся мы будем неполяризованный случай смотреть поэтому наше выражение для матричного элемента матричного элемента давайте напишем mfi давайте к доске кто-нибудь идите кто хочет сейчас найдем квадрат маточного элемента а потом из соотношения кроссинга найдем для е плюс е минус ми плюс ми минус сечения как мы то есть то сечение которое мы на лекции на лекции анализировали да сегодня да p1 g миню с буквой минус и еще какой-то да с и точнее если минус здесь вынесли то с и да нет ну давайте стирать не одновременно ага камю камю квадрате где ка это вот этот импульс ага у по два штрих это штрих ага окей да вот такое выражение да про вот это что можем сказать свертка камю с каким-нибудь из этих токов это ноль будет правильно если камю это что такое это разность импульсов p1 штрих минус p1 если я их сверну с гамами воспользуюсь уравнением дирака то у меня просто они сократятся да то есть вклады от камю и от коню они уходят да то есть мы сразу видим что наше выражение оно калибровочный вариант правильно то есть какую бы мы калибровку пропагатора не выбрали здесь там на самом деле еще какой-то калибровочный параметр стоит да это уже раздат конкретную калибровку плексированную нулю взял но один минус к ситам да то есть видно что вот эти вот эти члены они все все уходят в любой калибровке потому что в произвольной калибровке в произвольной даже не ковариантной калибровке у вас здесь стоит что стоит же меню плюс камю на какой-то калибровочный вектор хи плюс коню на химю да в произвольной калибровке не ковариантной даже то есть хи может быть каким угодно вектором произвольным вектором это будет отвечать произвольной калибровке пропагатора да у вас все равно все вот эти члены умрут исходя из поперечности электромагнитного тока да вот ну хорошо давайте по модулю в квадрате возведем у нас есть с вами некие инварианты да давайте их еще раз я напомню т инвариант это есть p1 штрих минус p1 в квадрате угловой инвариант s это есть p1 плюс p2 в квадрате и у это есть p1 минус p2 штрих в квадрате да к это т у нас будет да m по модулю в квадрате пишем е в четвертую давайте сразу напишем что тут что такое 4p альфа все в квадрате 4p е в квадрате это 4p умножить на альфа е в квадрате будет 4p альфа все в квадрате шпур да здесь сначала все вынесем все лишнее здесь у нас стоит ну 1 на t 1 на t t в квадрате да угу угу а здесь будем рассматривать неполяризованные случаи то есть по поляризациям начального электрона и миона будем усреднять по поляризациям конечных электронов и миона будем суммировать то есть здесь возникнет шпур да то есть 4p 4p 1 2 1 2 да p какой от вот этого да сейчас смотрим 1 штрих да штрих то у нас вот так был p1 штрих плюс масса да дальше пошло гамма мюн здесь у нас это у нас ну это электрон это электрон а вот пожирнее линия мюн да да дальше п1 п1 плюс м гамма нюн окей и еще один шпур да вот отсюда который возникнет здесь по 2 штрих плюс мюн совершенно верно аккуратненько надо смотреть какие у нас а нет получается 11 n с этим гамма нюн да угу угу здесь будет мюн а здесь будет p2 плюс мюн гамма нюн да угу то есть один шпур возник от квадрата вот этой величины да эту величину на эту сопряженную величину умножить причем с разными индексами а второй шпур соответственно от другого окей ну давайте перепишем наше соотношение и шпур да можно даже отдельно шпур считать чтобы вот это не таскать за собой давайте весь наш все наше сечение перепишем через этот шпур что останется у нас здесь напишите потом шпур посчитаем подставим 4p альфа в квадрате здесь будет что останется альф в квадрате и в квадрате еще да и шпур так его напишите напишите просто шпур на шпур сп на сп шпур на шпур да а по фи проинтегрируем сразу поскольку мы не поляризованный случай рассматриваем то от азимутального угла и сечение не будет зависеть это общая история всегда да d минус т да а вот здесь вот этот шпур на шпур давайте аккуратно посчитаем вот первый шпур на второй шпур вы зря их стерли они нам понадобятся давайте я их где-нибудь напишу там подальше эти шпуры считать по отдельности умножить да 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 конечно ну мы же такие шпуры умеем считать правильно вообще любые умеем считать еще раз ты у нас Os это есть P1 м1 F1 в квадрате S это есть P1 П2 в квадрате это и есть P1 минус P2 в квадрате из закона сохран сменных энергии P-1 минус P2 в квадрате P1 плюс P2 в квадрате Это есть по 1 штрих минус P2 в квадрате. Это наши инварианты. S плюс T плюс U. У нас сумма квадратов всех масс. Это будет 2m в квадрате плюс 2m в квадрате. Это наши инварианты. Теперь смотрим, как шнеппуры преобразуются. Это вы вынесли шпур. А массу еще не написали. У нас понятные вклады будут только те, где учетное качество. А учетное качество будет по грамма-грамма. Хорошо. Считаем шпур. Хорошо. Сигма-мю омега-мю минус сигма-омега-миню плюс сигма-мю не омега. Омега. Ага. Плюс, что там? М в квадрате на G-меню. Четверку уже вынесли, да? Ага. Закрыли. Так, вот здесь пока до сюда стирайте. Первое слагаемое. Это что такое? Это будет. Напишите. То есть, P1 штрих. Почему? У вас сигма стала индексом мю, а P1 стала с индексом ню. Вот этот вклад сразу давайте напишем. Он тоже такой же. Плюс наоборот. Да? Ага. А здесь скалярное произведение возникло. G-меню. Можно, знаете, перед G-меню вынести все, написать G-меню умножить на m квадрат минус P-п-штрих. Давайте так и сделаем. Ага. Пойдем. Ага. Отлично. Скобка закрылась. Ну, вот сюда вот и переписываем. У нас есть два таких шпура, да? Вот их и переписываем. То есть, будет, что там, 16? 16. Как-нибудь попробуйте вот вписаться сюда, чтобы место нести. Такая комбинация плюс симметричная комбинация, да, с заменой мю на нее. Ага. То есть, нужно два таких тензора свернуть, все выразить через инварианты, да? У нас задача. Да, это первый тензор, да, это первый тензор и второй тензор. Второй тензор, он у нас отличается чем? Смотрим сюда. Замена и 1 на 2, и m маленькая на мю. Правильно? 1 на 2, и маленькая на мю. Ага. Там стирайте все. Ага. На это все можно стереть пока. Здесь тоже все можно стереть. Здесь вот будем писать. Вот, начинаем сворачивать последовательно. При этом будем пользоваться, что у нас вот этот тензор, он симметричен. 16 сразу, наверное, можно вынести, да? Наружу. Большая скобка, да. Сворачиваем. Последовательно. Это с этим. Так пишите. Ну, вы в круглых скобках их пишите, чтобы не спутать. П1 штрих на П1, П2, да? Это вы умножили это на это. Теперь это на это. П2 штрих на П1, да, совершенно верно. Теперь, если я буду брать вот это с этим и это с этим, будет ровно то же самое, поэтому двоечку можно вынести, да? Двоечку написать. Ага. Здесь двоечка. И здесь тоже двоечка, да? Здесь квадратная скобка. Окей. Теперь это на это. И вот это на это. Дает какие вклады? П1 штрих стремятся с П1, а тут вот, ну, они стремятся как. То есть одинаковые вклады будут, да? То есть опять двойка, П1 штрих, П1 и своя скобка там будет, да? Скобка какая? С мю будет, да? По два штрих, по два. Ага. Окей. Теперь есть вклад, когда я вот это сворачиваю с этим и вот это с вот этим. Такой же, да? Опять двойка. Двойка. Будет П2 штрих, П2. Немножить на М квадрат, минус П1 штрих, П1. Окей. И остался Ж меню на Ж меню. Да, там все стирайте. Кроме вот этого. Ж меню на Ж меню. Это будет минус двойка, получается? Почему? Ну, нажимаем. Вы же не след берете, а умножите. А, четверка. Четверка будет, да. Плюс четверка и произведение таких скобок. Там побольше сотрите, вместо себя освободите. П1 штрих, П1. И квадрат минус П2 штрих, П2. Да, отлично. Все, скобку закрыли. Отлично. Теперь мы все эти скалярные произведения будем через инварианты выражать. Вот у нас тут есть инварианты написанные, да. Давайте отдельно здесь же скалярные произведения напишем. Какие у нас входят скалярные произведения. Вот последовательно. Вот есть, например, здесь П1 на П2 и П1 штрих на П2 штрих. Да. П1 на П2 и П1 штрих на П2 штрих. Чему это равно? П1 на П2. И это же будет равно П1 штрих на П2 штрих. Через инварианты это что такое? Ну, квадраты сразу пишите, что-то такое. И что еще? Если квадрат раскрываю, там двойка еще будет пополам. То есть S минус разность масс, да. Дальше у нас что еще есть? Есть такие выражения. П1 штрих на П1 и П2 штрих на П2, да. Вот пишем, чему равно П1 штрих на П1. Вот отсюда, да. У вас одна и та же частица это. То есть будет пополам. Нет, нет, то есть здесь же еще минус. Ну, то есть знак минус. Ну, наоборот. Ну, напишите аккуратно. Хорошо, лапни, ладно. Дальше П2 штрих на П2. Аналогично, да. Два мю квадрат минус Т на два, да. Отлично. И что еще возникает? Эти у нас есть. Вот такие еще возникает. П2 штрих на П1. П2 штрих на П1. На П1. М квадрат плюс мю квадрат минус У пополам. Оно же будет равно П2 на П1 штрих, да. Равно отсюда же П2 на П1 штрих. Ого. О, отлично. Ну, а теперь подставляем это сюда. Подставляем. Наше выражение равно. Ну, вот сюда вот идите подставлять. Давайте так. Вот смотрите, двойки здесь, они будут здесь одна вторая, будут здесь одна вторая, правильно? Поэтому можно сразу вот одну двойку сокращать и еще вот эту сокращать. То есть оставлять наружу восьмерку. Восьмерку наружу оставляем и скобку открываем. А здесь пишем, что получится. То есть будет С минус М в квадрате минус М в квадрате. Все в квадрате, да. Два раза оно вошло. Второе слагаемое. Мы ее вот отсюда берем, да. То есть будет минус М в квадрате минус Т. Отлично. Это что такое? П1 на точку. Два М в квадрате минус Т. А вот эта вторая скобка? Одну вторую мы уже одну вынесли, да. Ну, посмотрите внимательно. То есть у нас здесь будет М в квадрате минус П2 в штрихе П2. Это будет Т пополам, да. Просто Т, да. Ага. Ну, скобки можно не писать у Т. Ага. Отлично. И последнее слагаемое. Что мы еще двойку туда внесли? Восьмерка. Что здесь останется? Ага. Эта комбинация уже была сегодня. Вот так. Ага. Отлично. Вот так вот получили. Да. Что? Правильно? У всех так получилось? Давайте немного упростим. У нас как бы здесь излишнее количество всяких СТ и У. Вот можно написать каким образом. Давайте я здесь вот напишу четверку. Четверку. Тогда здесь будет двойка. Здесь будет двойка. Здесь будет двойка. Здесь будет двойка. Да. А здесь четверка. Правильно? А вот здесь вот немного упростим это выражение следующим образом. Смотрите. Если у вас есть 2А в квадрате плюс 2Б в квадрате. Это есть А плюс Б в квадрате. Прибавить А минус Б в квадрате. Правильно? Вот таким вот образом попробуем упростить. Пишите, что получится здесь. Где А и Б у нас вот один. Значит, А плюс Б. Это что такое будет? Эта скобка плюс эта скобка. Осталось. С минус У в квадрате. Видите, как просто. А минус Б в квадрате. Это что такое будет? Поглядите. Посмотрите внимательно. У вас будет С плюс У минус 2М в квадрате минус 2М в квадрате. Погодите, не рисуйте. С плюс У минус 2М в квадрате минус 2М в квадрате. Это минус Т будет, да? Нет, все стирать тут зря. А, ну да. С минус У в квадрате. Плюс Т в квадрате. А здесь давайте упростим. Здесь Т можно сократить, да. Да. А здесь что останется? 4М в квадрате плюс 4М в квадрате минус 2М в квадрате минус 2М. Угу. Да, вот так вот. Так выражение несколько красивее выглядит, да? Вот. Вот эту штуку можно представить вот в таком виде. Сейчас я напишу. Равняется 4 умножить. Здесь так напишу. С минус У. Чтобы как-то связать с тем, что у вас было на лекциях. прибавить, так напишу, 4Т, М квадрат минус Т, да? А здесь прибавить М квадрат минус Т, прибавить, что там будет? вот, 3М квадрат минус 4М квадрат минус 4М квадрат минус 4 am квадрат минус 4T в квадрате, да? плюс 4t в квадрате и что еще не хватает? здесь 5 будет, да? 5t в квадрате 5t в квадрате так, 5t в квадрате я не очень хочу здесь написать я хочу тогда вот так вот сделаю давайте я лучше посмотрю, как у вас чтобы вас не обмануть просто как у вас было написано в лекциях это выражение это выражение было вот так вот написано глядите сейчас пока сотру на секунду в лекциях здесь стояло s минус u в квадрате плюс t умножить на 4мю в квадрате минус t минус t плюс все остальное все остальное это что такое было? это было 2t умножить на t плюс 2м в квадрате вот так правильно? просто это тождественное преобразование да? переписал вот так вот переписал тождественно но я это сделал специально чтобы выделить вот эту вот функцию я так обозначу f0 от st да? то она еще от u зависит но u не является независимой переменной а что такое f0? это что за комбинация? из лекции кто-нибудь помнит? вот сейчас мы с вами рассматривали рассеяние электрона на мионе да? ну а здесь электрон а здесь мион и получили такое вот выражение давайте вот сюда напишем то выражение, которое мы получили значит у нас четверка четверка сократится еще нужно и квадрат написать что такое и квадрат? и квадрат через s это p1p2 в квадрате минус n квадрат ну это масса это квадрат и масса сразу можете их писать ми квадрат, m квадрат ну отлично p1p2 это у нас в квадрате вот видите что вы делаете? а квадрат раскрываете? ну хорошо, ладно, давайте квадрате квадрате нет, сократилось или не сократилось? нет, здесь же произведение здесь какая-то сумма не, 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 я не очень понимаю вот вы вот это выражение вы его возводите в квадрат но кроме этого же еще какие-то куски есть квадрате все в квадрате так, давайте оставим здесь оно так не упрощается но можно было переписать чуть покрасивее просто вот у вас один квадрат минус другой квадрат да? это разность квадратов давайте как разность квадратов перепишите это да? да, плюс окей, теперь если так, это нам понадобится? наверное, нет, не понадобится это можно стереть теперь если к общему знаменателю привести да? у вас здесь возникнет как раз квадрат суммы а здесь квадрат разности да? видите? одно четвертое выносим то есть будет S S минус да окей а здесь будет а здесь квадрат разности S минус да, вот так вот покрасивее так покрасивее возвращаемся к нашему вот этому выражению и квадрат у нас какой-то стоит, пусть он себе стоит он нам не очень сейчас интересен подставляем сюда шпуры значит, стоит D минус T четверку и 16 сокращаю останется четверка да 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 нет ну хорошо так то есть это у нас F0 да это F0 а там такой довесок а это что такое F0? что такое F0? вот помните, вы на лекциях рассматривали рассеяние электрона на пимизоне на пимизоне вот F0 это ровно тот вклад, который вы там получали то есть для рассеяния электрона на пимизоне у вас вот этого куска не было вот этого ничего не было оставалось только вот это выражение где мио это пимизонная масса да это на лекциях у вас было а теперь что мы видим вот если мы рассмотрим некий такой интересный кинематический предел вот пусть у меня инвариант S я буду считать много больше, чем инвариант T T у меня отрицательный отрицательная величина у меня здесь рассеяние много больше T а T у меня пусть будет какое-то фиксированное то есть я S увеличиваю, а T у меня фиксированное то есть так называемый рейджерский предел мы рассмотрим тогда у меня U примерно чему равно? вот у меня есть связь S, T и U S очень большое, T маленькое S много больше, чем все массы то U приблизительно чему равно? массы все выкидываем минус S просто, да? то есть видим, что вот в этом таком пределе U равно минус S и всем вот этим куском тоже можно пренебречь, правильно? то есть главный кусок, он у вас сидит в F0 это значит, что вот в этом пределе у вас не важен спин не важен спин частицы на которые вы рассеиваете то есть ваше ядро может быть как вот это ядро, на котором вы рассеиваете как может быть как пемизон, то есть скалярная частица так и спинорная частица, мион от этого вот в таком рейджерском пределе у вас сечение не меняется это некая такая общая история что вот в рейджерском пределе у вас нет зависимости от спины ядра то есть для сечения нет зависимости от спины ядра окей это у вас в каком-то виде все было на лекциях мы вот вспомнили про рассеяние на пемизоне теперь давайте перейдем перейдем к E+, E- аннигиляции не устали в раздаточе, нет? давайте тогда вы продолжите теперь рассматриваем E+, E- в E+, M- M- у нас диаграмма теперь вот такая это электрон, это мион есть P- минус P+, P- штрих минус P- плюс штрих одна такая аннигиляционная диаграмма вот мы с вами посчитали чему чему здесь был равен квадрат матричного элемента M за FI по модулю в квадрате что это такое было? чему был равен квадрат матричного элемента? это было единица на T в квадрате правильно? из пропагатора 4P- альфа все в квадрате да? и на 16 шпуров да? вот после после всех преобразований чему это было равно? мы это посчитали чему это было равно? 4P- а вот это давайте теперь в симметричном виде запишем уже? не в таком, а симметричном здесь нам уже выделять здесь P-мизон не надо ну просто T-квадрат сокращаем то есть как вы и записывали пишите коэффициент мы с вами мы его получили с вами, да? да? мы его получили он у нас с вами какой? а он у нас прямо вот такой, как вы и написали прямо такой, как вы и написали он и будет то есть прямо вот так вот прямо такой, как вы и написали угу 4P-альфа в квадрате есть, единица на то есть и все вот и все вот это вот радость да, угу мы его с вами получили теперь давайте напишем соответствующий квадрат матричного элемента здесь надо понять, как у нас с вами какие изменения произошли какие варианты на какие поменялись вот здесь вот был P1 P1' электрон P2' P2' а теперь P+, P- вот P1 куда перешло? начальный электрон как был электроном так и остался да? напишите P1 это P- P- а P1' куда перешел? он стал минус P+, P1' штрих да минус P+, да P2 P2 кто у вас стал? P1' да P+, штрих ага минус P+, штрих ага P2 минус P+, штрих ага минус P+, штрих да P2' P- P- штрих штрих, да правильно ага совершенно верно здесь у нас здесь у нас снова есть инварианты да здесь есть есть P- плюс P- в квадрате есть P- минус P- штрих в квадрате есть U которые есть P- минус P- штрих в квадрате да вот с с которым как который был раньше с с с это был p1 плюс p2 p1 плюс p2 перед перейдут в минус минус по плюс штрих это что такое вот p1 плюс p2 раньше был в квадрате а сейчас он стал по минус минус по плюс штрих это кто у нас какой вариант то есть с перешел до с перешел в то что было раньше стал у теперь то что было раньше ты куда перешло в 1 минус по 1 штрих в с да а у деваться некуда он перешел в т т отлично но вот можем для квадрата матричного элемента написать сразу у нас был квадрат матричного элемента для 45 альфа в квадрате не соц не надо рисовать вот вот у нас ответ уже это более вот мне не нравится как вы написали вы 10 почему 16 16 она возникла от штуров когда вы когда вы штуры брали а так то здесь одна четвертая наверно до стоит 1 4 1 4 штуров на то есть от усреднения это из пропагатора здесь 45 вот так вот правильно так хорошо до время окей пять минут тогда нам заканчиваем до что то мы так переписали да s у вас перешло в u u перешло в t а здесь то так да отлично ну давайте в системе центра инерции давайте и квадрат напишем у нас есть наш вариант и так это то что было раньше это мы пока стираем и квадрат вот вы получили то есть это одна четвертая да не 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 секундочку вы все что делаете вы пытаетесь сделать замену в потоковом факторе да это неправильно делать мы кроссинговую замену вот этих вариантов делаем только в квадрате матричного элемента не надо их потоки делать то есть поток как был через с так он через с и остался правильно то есть это будет одна четвертая одна четвертая s на s минус 4m квадрате ну у вас мю уже равно чему в начале у вас две одинаковые массы 4m квадрате да ночь на s раз да там будет m минус m а ну берите скобки эти окей давайте последнее что сделаем в системе центра инерции напишем наши инварианты вот я перехожу в систему центра инерции где p минус у меня имеет компоненты какие энергия p да p плюс имеет компоненты да да дальше p минус штрих у меня имеет компоненты e штрих p штрих и p плюс штрих у меня e штрих минус p штрих в системе центра инерции напишем чему равен при этом e штрих чему равен e то есть это та же самая энергия да поэтому сразу можно считать здесь ее одинаково с какого получается то есть s ну давайте последовательно s пишем s это есть просто что такое 4e в квадрате 4e в квадрате совершенно верно 4e в квадрате окей t просто по компоненту да так то есть первое 0 будет ну 0 будет а не 0 а p минус по штрих в квадрате ну где-то то есть еще и минус то есть минус p минус по штрих в квадрате да вот так знаком минус ну давайте раскроем это чтобы через угол написать p в квадрате p штрих в квадрате плюс 2 pp штрих окей здесь давайте да на косинус на косинус ага отлично p квадрате через энергию давайте запишем у нас p в квадрате это есть энергия минус масса в квадрате да ага плюс масса в квадрате p в штрих в квадрате это тоже энергия минус своя масса в квадрате штрихованные штрихованные это у нас в конечном состоянии да 2 pp штрих на косинус т там ага отлично здесь можно это как переписать это это есть m в квадрате плюс м в квадрате а здесь я две энергии вынесу наружу 2e в квадрате множество в скобку в скобке что будет единичка минус если я две энергии вынесу здесь будет отношение импульса к энергии это что такое скорость то есть минус бета е мин умножить на бета ми бета е на бета ми на косинус тета на косинус тета угу да и у инвариант тоже у записывайте на этом тогда сегодня закончим у у чем отличается от t у тем что вместо p плюса вместо по минус штрих здесь стоит p плюс штрих да твой чё 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 точно так же как квадрат раскрываем раскрывайте квадрат будет m квадратик плюс мю в квадрате если мы пишем у то вот z минус е это ноль ну вот выливает компоненты да минус минус да а вот то же самое только перед косинусом другой знак будет вот и все да то есть видно что и t и u в s c имеют один и тот же смысл угловой переменной да да вот так отлично ну хорошо а в качестве маленького домашнего задания тогда записать в системе центра инерции записать наше дифференциальное сечение у нас есть дифференциальное сечение его записать с этого выражения мы следующий семинар начнем что-то мы как-то очень медленно с вами двигаемся что-то мы как-то очень медленно с вами двигаемся